Где-то жавром кипели, толстый шмель жужжал в траве. В росах искорки блестели, зрели шишки на сосне. Было солнечное утро, начинался ясный день. Вдруг над бабкиной избушкой промелькнула чья-то тень. И изба слегка качнулась, повернулась пару раз. У еги из медной кружки стал выплескиваться квас. Это что еще за танцы? бабка топнула ногой. Хватит под ворот оптаться, встань, как лист перед травой. Вмиг избушка встрепенулась, закудахтала слегка, к лесу задом повернулась и застыла, как всегда. Все в лесу как будто стихло, затаилось и молчит. И кукушка не кукует, даже дятел не стучит. Может, слух меня подводит? Может, стала я стара? Или ухо мне продуло? Что за странные дела? Подошла ега к окошку, посмотрела. Вот тена! Это что еще такое? Прилетела к нам сюда. Что за техник такая? Самолет? Так нет хвоста. Неизвестно, как летает. Вертолет так нет винта. Браконьеров я гоняла, а туристов спасу нет. Так теперь еще не легче. Неопознанный объект. А на солнечной полянке возле бабкиной избы ходят инопланетяне, обходя вокруг кусты. Вышла бабка на крылечко, грозно бровью повела. Увидав у дома нечто, речь такую повела. Подойдите, кто тут смелый, и давайте мне ответ. Вы пришли сюда по делу или дела вовсе нет? Я тут старшая хозяйка и зовут меня ега. И немедля отвечай мне, для чего пришли сюда. Что это ты какой-то странный? На Кикимору похож. Ей не родственник случайно. Вон, какое сходство рожь. Из кустов раздался голос. У меня прекрасней вид. Я гораздо симпатичней. Это каждый подтвердит. Помолчи, ега сказала. Не встревай в мой разговор. Мне тебя одной хватало, а теперь вон, целый двор. Мы за вами наблюдаем вот уже немало лет, но никак не разгадаем вашей технике секрет. Призадумалась старушка. Для чего им знать секрет? Ишь ты, хитрые какие, рассказать им. Но уж нет. Ступа крепкая, из дуба. Леший делать помогал. Только сам на этой ступе он ни разу не летал. Высоты, сказал, боится. А потом надел кафтан, кабана из леса вызвал, сел верхом и ускакал. А водяному предлагала. Он скорее нырнул на дно. Кто рожден купаться в ряске, тем летать не суждено. Вижу, вы ей дорожите. Да, такую поискать. Может, вы мне разрешите в вашей ступе полетать? Полетай, коли не имется. Это высший пилотаж. И поэтому придется провести вам инструктаж. Не спеша забравшись в ступу, Нужно в руки взять метлу. Помахать метлой по кругу, набирай высоту. Указать метелкой ступе вами выбранный маршрут. А потом две-три минуты, ну и вы уж тут, как тут. Бодрый влез пришелец в ступу и давай метлой махать. Только ступа почему-то и не думала взлетать. И пришелец огорченный бросил старую метлу, вылез медленно из ступы и уселся на траву. Удивительное дело. Не могу никак понять, как яга вам удается в этой технике летать. Ой, все равно вы не поймете. Это русский наш секрет. И таких на белом свете больше не было и нет. Говорят, что на востоке был летающий ковер. Только местный шах какой-то взял его к себе в шатер. Там ковер лежал без толк целый год, а может два. То ли мышь прогрызла дырку, то ли мульвей сожрала. Так что, гости дорогие, я помочь вам не могу. И не стоит обижаться вам на бабушку Ягу. Сели инопланетяне в свой летающий объект, постояли на поляне, а потом поднялись вверх. Закричали где-то галки, закачалась лебеда, от летающей тарелки не осталось и следа. А Яга им на прощание помахала вслед метлой, прошептала заклинание и отправилась домой. «Но и но», — Яга сказала, — «вот так выдался денек». Проводив гостей незваных, бабка села на пенек. На сосне заухал филин, и верхом на кабане леший выехал из леса в старом драном зипуне. «Хорошо, что ты сумела их так быстро проводить. Я уж думал, что придется снова хитрость применить. Я уже на всякий случай к нам Горыныч позвал. Этот огнемет летучий, как дыхнет, туши пожар». Я, Кикимра, Горыныч, Соловей-разбойник, лось, все лесное население возле пруда собралось. Водяной залил кадушки, белки шишки припасли, ну и разные зверушки тоже взяли, что могли. Соловей-разбойник тоже не остался в стороне. Отставать сказал негоже. Вон, слезает по сосне. «Все мы были наготове. Если б ты дала сигнал, то непрошенных пришельцев невеселый ждал финал». «Молодцы, не растерялись», — похвалил всех Яга. «Этк мы с любой напастью вместе справимся всегда». «Ишт, шустрые какие! Расскажите им секрет. Неизвестно, кто такие. Мы сюда их звали?» «Нет». Они не догадались, что вступит полетать. Нужно ей перед полетом слово тайное сказать. «Мы ж с вами патриоты, хоть в такой глуши живем. Наши русские секреты никому не выдаем. Прилетели ниоткуда, ни подарков, ни цветов. И гулял это чудо возле ивовых кустов. Я уж думала, сначала заколдуя их да съем. Но могло ведь оказаться несъедобно и совсем. Вновь в лесу запели птицы. Где-то дятел застучал. Соловей-разбойник тихо В лес родной поковырял. Солнце светлое светило, Цвел шиповник под окном. И Мариновка запела Чистым, звонким колоском. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Продолжение следует...